Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Оно сразу останавливает наше внимание и возносит наш ум к чему-то очень важному. Продолжение следует... Продолжение следует... Появился такой маяк, с помощью которого можно определить путь, по которому мы должны двигаться. Потому что при всех попытках государственного аппарата изменить ситуацию, радикально у нас в стране ничего не изменяется. Половина браков – развод. Не знаю, как теперешняя цифра, но еще пять лет назад 90% мужчин не платили алименты. И у государства не было возможности как-то это изменить. Количество абортов уменьшается, но не настолько, чтобы все дети остались живы. Сейчас появилась новая технология. Жалко, что никто не прислушивается к голосу церкви, которая категорически выступает против этих технологий. Ну, приведу три цифры. 51% деток, которые таким образом рождаются, они физически и умственно неполноценны. Второе. Всего приживается 35 эмбрионов, 35%. А остальные? Остальные погибают. Та женщина, которая решается на эту процедуру, а благодаря этой процедуре погибает параллельно еще пять детей. То есть это пятикратный аборт. А на демографическую ситуацию это вообще никак не влияет, потому что менее 1%. То есть это ничего не дает, хотя тщательно это в огромных масштабах рекламируется. А хоть бы кто задумался, а почему церковь против экскорпорального плодотворения? А потому что такой ценой. Если человек там что-то хочет, значит, надо все ему разрешить. И пришли уже, и обсуждается серьезно, и в Думе суррогатное материнство. И если в Германии за это в тюрьму сажают, в стране, в которой возник фашизм и в которой мы победили, то у нас обсуждается возможность того, за что в Германии непобедившего фашизма сажают в тюрьму. Тех людей вообще во многих странах это не разрешено. Я не буду говорить, потому что об этом даже тяжело говорить, куда направляются потом дети, которых получили путем суррогатного материнства. Кто их усыновляет? И во что они бывают воспитаны? Это просто, ну, против божественных замыслов действует. Хуже этого греха вообще ничего не бывает на свете. Если Россия тоже станет полигоном для этого, для чьих-то заработков, то это, конечно, будет ужасно. И самое главное, что святость материнства, она будет таким образом опорочена. Всегда. Что бы хотелось? А что бы по каждой проблеме? У нас проблем очень много. Именно если взять здоровье семьи как комплекс, не только здоровье телесное, но и здоровье душевное, и здоровье духовное. Что вообще есть самое главное. Если дух человека движется к Богу, то все остальные составы человека, и душа его, и тело, они встраиваются в это. Что лучше? Прекрасный, здоровый человек, а душа его, как у скотины. Нужны нам такие люди? Или, может быть, лучший человек, который болен, но дух его высоко, и он из тех сил телесных, которые у него остались, он трудится для людей. Все скажут, ну, конечно, последнее. И хотя появилось в советское время новое пословице – главное – здоровье, не говорится, какое. Главное – духовное и душевное здоровье. А медицина, слава Богу, что она есть. Я, например, лично благодарен, дает возможность жить. Я уже пережил и отца, и деда, и прадеда. И, так сказать, если бы не медицина современная, с ее формалкологией, то уже давно бы к своим пращурам отправился. Это прекрасная вещь. И можно с помощью даже людей не совсем здоровых дать им возможность еще потрудиться и 10, и, может, 20 лет. Это прекрасно. Но все-таки не это главное. Потому что человеческими поступками руководит его дух. И также отношение к семье. Семья – это хотя бы мы, ну, так привыкли уже говорить, что институт семьи. Семья – это никакой не институт. Потому что институт – это, допустим, общественная палата. Это институт. Прокуратура – это институт. Армия, Росгвардия – это институт. Почему? Ну, люди собрались, подумали, как организовать защиту Родины. Появились армии. Армия у нас регулярная появилась уже аккуратно при Петре Первом только. А так были служевые люди. Это совсем была другая организация. А семью дал человеку Бог. Никто же не задумывается, а зачем так сложно? Мужчина, женщина, их вот эти сложные взаимоотношения. Не лучше ли делиться, как амеба и два одинаковых существа? Потому что в Божьем замысле стоит главное, что движет развитием только любовь. Вот возникающая в семье и до семьи любовь, отношение женщин к мужчине, мужчины к женщине, и Господь вознаграждает их детьми. И чем больше детей, тем больше счастья. Я бы мечтал, чтобы с помощью активнейших людей, которые беспокоятся о выживании нашей нации, потому что русские люди создали это великое государство и на лошадях колонизовали шестую часть суш. Это великий народ. А теперь он впервые вымирает с 92-го года. И этому надо воспрепятаться, если нам дорого. Все, что тысячу лет создавали наши предки. А корень этой проблемы именно в Чадородии. Сто лет назад средняя русская женщина рождала восемь детей. Были по пятнадцать, по двадцать, и по семь, и по одному были и бездетные. Все было. Но в среднем восемь. Мы были самым многодетным народом в Европе. потому что мы тоже европейский народ. Поэтому нам не было страшно какой-то Наполеон. Были очень тяжелых географических условий и климатических. Четыре пятых территорий вечная мерзлота. Тем не менее, вот эти крепкие люди на конях они освоили и построили великую цивилизацию с ее известными всему миру писателями, поэтами, военно-начальниками, ну, что угодно. И даже в космос первые вышли. Неужели это все умылят? Главное, как уважаемый всеми нами любимый доктор сказал, вот экономика нет. Главное это отношение наше к экономике. Что дайте мне сначала квартиру, а потом мне дайте жалования, а потом мне дайте пенсию и еще профсоюзные путевки. И тогда я, может быть, еще рожу. Ну, так не получится. Придется тогда уступить эту всю территорию нашим братьям китайцам. Уж как ваши внуки и, может быть, дети на это отреагируют, и как они будут нам благодарны, и какой язык мы будем учить в школах, трудно сказать. А уж какую мы получим работу и пенсию, в Китае не все пенсию получают совсем, а только госслужащие. Поэтому как-то у них не принято. Дай Бог вам всем доброго здоровья и духовного, и душевного, и телесного. Спасибо большое, отец Дмитрий. Как всегда у вас очень яркое и острое выступление, и мы всегда очень рады видеть вас на наших мероприятиях. очень старался. Спасибо.